Евгений Сатановский в телеграм-канале Заметка номер 424 Продолжая тему польско-российских отношений, начатую министром иностранных дел этой бывшей братской, когда-то социалистической и до сих пор славянской, отчего ни холодно, ни горячо, но традиционно враждебной нам страны, хотелось бы отметить ее глубокое и искреннее стремление занять в Евросоюзе место Британии, наивно высказанное по случаю визита туда Макрона. Французско-польские связи вообще тема отдельная, и до Наполеона, который героически поляков с их искренним антирусским национализмом использовал под католической и испанской Сарагоссой, и после Польша вообще любит участвовать в чужих вынах в качестве союзника сильных мира сего. Те же штаты поляков, начиная с Ирака, использовали и используют на Ближнем Востоке как пушечное мясо, сколько их там навсегда осталось, да и в Алжире и Вьеттаре. Вьетнами, французы в иностранном легионе и Медеры в своей колониальной политике затыкали. Так что да, как часть ЕС, Польша имеет давнюю славную историю. Ей вообще в Европе везло и с немцами, и с австрийцами, и чехами, и с русскими. Такая интересная история. Одну непонятно. Москву они брали еще за 200 лет до Наполеона. Чего же они оттуда ушли? И как так получилось, что их победителей потом три раза делили, пока у них на сто с лишним лет вообще никакого государства не осталось? Да и потом, в 20 веке, рвались они в союзники к Третьему Рейху против Советов. Рвались. Чем кончилось? Прости, Господи, этих искренне верящих в то, во что они верят людей. И ведь так много там людей по-настоящему умных, талантливых и умелых. Чего же в руководстве у них такое концентрируется? И штынкать него действительно на всю Европу? Евгений Сатановский в Телеграм-канале.